Я очень рад приветствовать. Кто-то меня сегодня уже видел, кто-то нет. Меня зовут Стас, я бренд-чеф и совладелец ресторана Посел Дель Прада, мы не так давно открылись. Собственно, это блюдо, которое я сегодня приготовлю, оно также есть в меню нашего ресторана. Его можно прийти и попробовать. Единственное, вот, наверное, за то время, которое я уже победил, Рулеты Судака я, наверное, готовил уже раз в 5 на разных мероприятиях. Поэтому я, на самом деле, каждый раз его меняю. Хоть что-нибудь запоменяю. Мне не нравится каждый раз готовить одно и то же. Наверное, мне кажется, это испытывают все, наверное, русские люди. Мы же входим в сеть креативных пиратов для Москвы, в номинации в астрономии. Поэтому важно каждый раз добавлять креативность. Но я думаю, что это будет финальная наша Рулета Судака, которую мы делаем на мастер-классах. И дальше мы все-таки будем заниматься новыми хайловскими котлетами. Продвигать котлеты в мир. Все верно. По поводу Валек Судака. Тогда начну издалека. В прошлом году проходил первый Кубок Губернатора. Это конкурс кулинарный, в котором участвовали все ребята только из Питера. В этом году он проходил второй раз. И очень интересно, что приехали много ребят из других городов. И вот, например, первое место занял шеф-повар из Ферми. Вот, соответственно. То есть, Кубок Губернатора Петербургского уехал в первый. Вот так вот. Тут надо сказать, что Евгений Попов, который взял первое место, он все-таки урожайник Санкт-Петербурга. Долгое время жил здесь. А сейчас по зову сердца отправился, живет уже несколько лет, живет и работает в Ферми. Но при этом он приезжает каждый раз в наш город. Так что сказать, что целиком и полностью Кубок Губернатора уехал в первый нельзя. Все-таки это... Питерские корни тоже пришут. Ну, как минимум, до следующего года мы его, наверное, не увидим. У меня буду работать над этим. Окей. Сначала расскажу немножко про ингредиенты, которые мы сейчас используем. А потом дальше расскажу и про конкурсы, и вообще как появилась эта идея, задумка и так далее. Просто вот Егор, который пришел весь со мной. С утра был Саша, вечером Егор, собственно, вот. Презенту из одной поваров из ресторана. Он что делает? Значит, первую процедуру, которую он произвел, это бланшированный шпинат. Мы его бланшируем в воде с содой для того, чтобы не потерялся зеленый цвет. Буквально, наверное, полминуты мы это делаем в кипящую воду, после чего скидываем воду со льдом для того, чтобы процесс приготовления этого шпината закончился. Дальше. Что мы поместили внутрь? Внутрь у нас пошла начинка из камчатского краба с белыми грибами. Белые грибы мы обжарили, потом их нарезали и соединили с камчатским крабом. То есть это наша внутренняя начинка. Дальше. Что вот здесь такое непонятное расцелил? Это кожа. Кожа от судака. Мы готовим сюда нескольких текстур, показывая, что мы умеем работать с продуктом. На данный момент я считаю, что это одно из самых важных особенностей и отличительных черт шеф-поваров в ресторанах. Потому что когда закрылись границы, когда продукты у всех стали одинаковыми, можно выделяться теперь только за счет знаний, навыков и какой-то индивидуальности. Собственно, мы работаем с продуктом целиком полностью. Мы использовали кожу. Мы ее почистили от чешуи, внутри от мяса полностью. Дальше мы приготовили мусс из судака. В него у нас, соответственно, помимо судака вошли сливки, желатин и немножко водорослей нори. Нори, которую все используют в суши. Мы взяли лист сухой, мы пробили в кофемолке. И получилась пудра. После этого пудру мы добавили эту в канельную массу. Для чего мы это сделали? Спросите вы. Для того, чтобы приносить такой запах морской. Как я и говорил сегодня в начале дня. Что очень важно при нем презентации, помимо внешнего вида, это запах блюда. Вот, собственно, когда вы возьмете это блюдо, перед тем, как его съесть, вы понюхаете его в любом случае, вы почувствуете запах в том числе морской. Морепродукты, хоть часть моря. Так делают, кстати, очень многие шефы, хитрятные, надо сказать. Добавляя вот эту пудру из нори в пасту, например. С вонголи, с мидиями, с креветками. Для того, чтобы как раз таки у вас вызывать аппетит у гостей и для того, чтобы как раз таки вот эти ассоциации нашли. Потому что все мы все равно работаем сначала с ассоциативным рядом. То есть, я думаю, каждый шеф-повар, который что-либо когда-либо приготовил или придумал, скажет, что эта идея родилась из детства. Вот почти каждый верю. Бабушка, мама у кого-то есть, дедушка, кто когда-либо на кого-либо ориентировался. У меня то же самое. У меня в семье готовила бабушка, потом от нее, естественно, приняла мама. И я всегда был, так сказать, подмастерен на кухне. Помогал с самого детства. То есть, у меня не было персональных дворов в семье. Бабушка просто могла целый день привезти у плиты. Таким образом, наверное, меня вот этим заразили. И все вот эти эмоции, вся вот эта анастетия проходит через... Почему я говорю ребятам, когда учу на кухне, что важны детали в блюде. Вкус каждый, вкус каждого ингредиента, как они положены. Потому что это все влияет на наше восприятие. По факту, рулет с судака достаточно стандартный. Но то, как мы его приготовили, это неординарный, необычный подход. В этом и выделяется индивидуальность каждого. Значит, да, сейчас Егор положит сюда вот этот рулет из шпината. Завернет получившийся рулет, и мы его уберем. Готовится либо на пару, либо можно в воде, если герметично замотать, минут на 20. После чего мы его быстро охладим через воду со льдом. Но, соответственно, мы подготовились немножко, и мы уже сделали заготовочку. Соответственно, мы вот до этого тоже доберемся. Но пока расскажу и покажу, что уже какой финальный продукт получился, и с чем мы будем его подавать. Стас, давай, какой вид сердце петербургской кухни лег в основу этого рулета, и как ты его докреативил до победы? Да, значит, еще раз то, что утром говорил. Конкурс был следующий. Нужно было прочитать книги и вдохновиться разными авторами царских времен, как писал ворские книги. Это Елена Барховец, это Игнатий Радецкий. Многие книги мы простудировали с моим помощником. В том числе я увидел и прочитал, что многие, естественно, работали с судаком. В том числе я увидел рулет судака. Увидел, что часто и много используют краба. Также видел где-то сочетание судака с вишней. И здесь тоже у нас будет присутствовать вишня. Раньше многие овощи, многие фрукты, многие ягоды их мариновали. Естественно, в хранении было погреба. Естественно, не было холодильников. Поэтому многие вещи мариновали. Была маринованная вишня. Мы ее по факту тоже замариновали. Здесь мандариновый, можно сказать, уксус, который мы делаем. Он такой, немножко сладенький. И также мы коптим эту вишню. То есть она будет такая кисто-сладкая с небольшим предпуском копоти. Это тоже увидел в этой книге. Что дальше? И дальше уже начала наслаиваться история как конструктор. Где-то какие-то сочетания в книгах я выделял и писал. Потом это все соединил в рецепт. Их было много на самом деле. Потому что к конкурсу мы готовились где-то два месяца. Так как, естественно, есть интенсивная работа и очень много в ресторане, то мы готовились по ночам. Много было исписано книг, рисунков. У меня плохо, на самом деле, с изобразительным искусством. Но, тем не менее, какие-то настенные иероглифы я все равно рисую для себя. И что у нас в блюде в итоге будет? У нас будут сморчки. Я сегодня говорил про марушку. Это северные ягоды. Сморчки тоже. Я думаю, что эти грибы близки для тех, кто вырос в Санкт-Петербурге. Они обитают, как правило, в Ленинградской области. Можно сравнить их, наверное, с итальянским дырфелем. Потому что в земле. У поваров, у запара обычно с этими грибами. Потому что они очень земляные. И надо прям узнать, уметь, как с ним работать, с этим грибом. Чтобы не хрустел песок у вас во рту. Вот. Спасибо. Что мы с ними сделали? Мы их сначала понашировали. Понашировать это, погружать в кипяток на небольшое количество времени. Четыре раза мы это делали. Соответственно, каждый раз скидывая воду со льдом, охлаждая процесс. И таким образом активно. Потом перемешивая со льдом, чтобы весь песок уходил из грибов. После этого мы их обжарили, добавили сюда сливки. Сейчас мы их прогреем и добавим туда сметану. У меня такой вопрос. Замороженных сморочков продажи дождичные. Достаточно сложно найти. Есть сушеные. Можно ли сушеные сморочки использовать? Все вылезы за грибами и за ягодами. Понятно. На самом деле можно, но не то. Это уже честно. К сожалению, у сморочков есть сезон. И в ресторанах мы тоже испытываем дефицит и проблему. Потому что бывает, что заканчивается. И тогда приходится переходить на сушеные или просто убирать из меню на какой-то период времени. Либо переходить на сушеные. Сушеные выглядят как сморочки, но вкус уже совсем не тот. Он теряется. Он проходит, пропадает. И это получается просто как вата. Как будто ты жуешь сморочок, но на вкус это что-то пустое. Поэтому лучше, конечно, работать с замороженными. Есть сморочки, есть строчки. Они немножко повинут другие. То, что касается рулета. Мы сделали вот такие колбаски. Сверху кожа. Внутри мусс. Мусс с желатином. Он, соответственно, уже стабилизировался. Мы его отварили на пару. После чего охладили через воду со льдом также. Вот он такой стабильный получается. После чего мы берем и нарезаем его вот на такие вот... Сейчас, если будет видно. Покажу. Вот на такие вот рулеты. Похоже чем-то, наверное, на роллы. Посередине, как я сказал, шпинат. Краб. Вот этот засоленный судак на филе, который мы нарезали на слайсе. И мусс из судака, который используется на финальный слой. Сейчас, наверное, мы начнем уже тренировать. Дальше. Что еще? Сюда идет пена из угря. Что вы скажете? Пена из угря. Ничего себе. Как он вообще туда запихнул в петербургскую кухню? Все просто. Никто, во-первых, не запрещает нам экспериментировать. Это первое. А второе. Зная и умея работать с продуктом, да. Вы сегодня говорили про прорезан. Вот прорезан это в чистом виде умами. И что такое умами? Это некий, условно, пятый вкус, который подчеркивает продукт, точнее усиливает вкус. Все вы знаете усилитель вкуса, как он называется по-русски? Людомат. Который в Китае. Называется очень красивое слово Джинамото есть. Уже совсем по-другому, да, заиграл? Вот. Так вот. В природе он заедрится в чистом виде. Это в провязании. Выдержанном. В грибах. В грибах. В грибах. И в том числе, в гугре. Если правильно это готовить, таким образом мы усиливаем рыбный вкус. И усиливаем вот эту историю того, что хочется есть и есть и есть все больше и больше. И не отрываться. Возьмите все? Отлично. Вот. Мы сейчас перейдем потихонечку к сервировке. Не знаю. Что-нибудь можете еще рассказать? Есть еще вопросы какие-нибудь? А, вот еще. Про гречку. Сегодня говорили много про гречку с пармизаном. Да. Одно. Я большой любитель гречи, на самом деле. Я сильно с ней заигрывался. И вот здесь попкорно с гречей. Все просто. Дома можно легко готовить. Берете гречу и заливаете ее водой вровень. И ждете примерно 2-3 часа. Когда зернышки гречи чуть-чуть откроются, они считают, что вы достигли результата. Потом сливаете лишнюю воду. Если она еще осталась, помещаете куда-то нужно высушить. То есть это можно либо включить гречку, например, на 100 градусов. У кого-то есть дегидраторы дома. Есть даже бытовые, кто-то сушит, я знаю, фрукты кружочками, цитрусовые. В общем разные варианты, как это высушить. Главное на небольшой температуре. Нужно, чтобы зерно высохло, но не пересушилось. Это тоже важно. После чего мы берем масло, нагреваем 190-250 градусов. Можно принимать с помощью градусов, которые можно купить где-нибудь на Алиэкспрессе. Они стоят 150 рублей. Я думаю, что сейчас 300 уже, не знаю, но не суть. Суть в том, что я считаю, что этот инвентарь, артефакт, не знаю, как еще назвать, он нужен, мне кажется, на каждой кухне. Потому что помимо масла можно, не знаю, померить прожарку мяса, например. Все наверняка экспериментировали дома со стейками и наверняка не с первого раза получалось. С помощью градусника можно определить, какая температура внутри толщи мяса и таким образом определить прожарку. Так вот, и мы помещаем нашу гречу в масло. Она моментально раскрывается, взрывается, как корн. Это будет такой вкус гречки, но он хрустит. Что должно быть в любви, на мой взгляд? Когда ты ешь блюдо, ты должен испытать массу эмоций. Начиная от радости, ну ладно, на самом деле шутками, но тем не менее это так. Должны быть разные текстуры, нужно уметь работать с текстурами. Должно быть мягкое, должно быть немножко хрустящего, должно быть чуть-чуть сладкого, соленого и кислого. Все это, на самом деле, должно быть в каждом блюде. Просто зная и понимая, как это работает и в каком эквиваленте что использовать, мы, повара, с этим работаем максимально. И вы, когда приходите в ресторан, вы это пробуете и такие «ммммм». И либо говорите «не очень, либо очень». Но суть в том, что в течение того, как вы это пробуете, у вас должен быть взрыв во рту. Этот взрыв достигается разными путями. Например, если где-то в середине будет что-то кисленькое, вот этот взрыв. Либо где-то будет в середине чуть хрустящего. Вы едите мягкую текстуру, потом где-то хруст произошел, и у вас раскрылись рецепты вкусовые. И вы, на самом деле, сами это не осознаете, но это работает. Это вот здесь головец у нас сидит. Поэтому, зная, как с этим работать, вы тоже можете сказать, что что-то я тут намудрил, много всего. Но тем не менее… Сейчас у нас говорит на креатив. Хорошо. Дышни, сморчки, вот здесь еще лучок запеченный, который мы сами делаем, судак. Все просто. Если кто-то здесь, наверное, есть из поваров, например, или как кто-то знает хест на глиментаре. Это человек, который создал таблицу совмещения, так сказать, продуктов на молекулярном уровне. Это вообще мы далеко пошли. Можно и петербургскую кухню разобрать на молекулы. Спасибо. Таким образом, этот сайт называется FoodPairing. Все просто. Да, все добавлено? Все варится? Отлично. Называется FoodPairing. Ты берешь, например, говоришь, я хочу судак. И берешь его за основу своего блюда, рецепта. И такой, с чем я хочу его соединить? И тебе программа предлагает вариант, с чем он соединяется. Либо ты сам знаешь, что я хочу судак с вишней скрестить. И он тебе показывает на молекулярном уровне, подходит судак с вишней или нет. Или нужно прибыстрить какой-то мост для того, чтобы соединить судак с вишней. Поэтому я немножко погружил вас, но тем не менее это реально так работает. И чем больше ты в поварской стезе трудишься, тем больше ты туда залезаешь так, что уже потом сложно вылезти. Ну это ты никого не загрузил, потому что это такая важная информация для того, чтобы развиваться, идти дальше. И понять суть твоего креатива, как ты работаешь на кухне и что тебя вдохновляет, где ты ищешь какие-то моменты, когда есть такие шпаргалки, как вот этот сайт, о котором ты говоришь. Я думаю, что всем нашим студентам, которые здесь сегодня находятся, и тем зрителям, которые нас смотрят, будет достаточно интересно зайти на этот сайт и поэкспериментировать. Если кто-то что-то захочет дома к новогоднему столу сделать, а благо елка уже здесь нарядена, поэтому осталось всего ничего. Это да. А сайт это только на английском языке? Да, он на английском языке, есть демо-версия, можно, соответственно, попробовать демо-версию, а потом купить туда, так сказать, вход. Поэтому, да, есть много моментов для... Да и на самом деле есть много книг. Тут, если говорить про кухню... Во-первых, очень хорошая книга Тезарь из Кузов. Всем рекомендую «Бавара» и «Баратома». И первый, и второй, на самом деле. Но они чем-то похожи, но и тот, и другой очень интересен. Вот. Так что, это вот прям манхэп. К прочтению эти две книги. Да, здоровый вкус вкус. Да. А вы нас не хочу сказать, Виктор, очень вот тем, чтобы приглашать меня так часто на петербургскую кухню, тоже способствовали некому развитию. Объясню, чем. Мы должны открыть настоящий год ресторан. И сейчас мы реально задумались с тем, чтобы открыть ресторан с петербургской кухней. Так что, ну, естественно, в современном прочтении, и совсем не в очень обычном. И я думаю, что это значит все креативно. Но все-таки мы на этом реально задумались. И вот сейчас вы по разработке концепции. Я даже знаю десяток первых гостей, кто к тебе придет на открыт. Спасибо. Так, все, мы приступаем. Прийти и потом фамилии пришли. Приговорите. Можете сказать, мне не получается. Так, что... Блин, да. Просто Станислав живет в этом районе. И предыдущая его местная работа была на улице Ломоносова. Сейчас он на загородном дом 2. Еще пекарню открываем. Надеюсь, что открываем до конца года. Она на Звекородской находится. Так что да. Пекарня. И что в ассортимент вашей пекарни будет входить? Это вообще будет винтажная лавка. Там будет тоже... Мы, когда их разрабатываем концепцию, сделаем это прям вот так, чтобы туда, с головой. На самом деле история простая. Винтажная лавка. Там идут и французская выпечка, и витрины, и десерты, и завтраки, так сказать, круглый день. С утра до вечера. В том числе шампанское, естественно. Как же завтраки, в 12 часов дня едешь шампанское? Здесь, конечно, с пармезаном. Все верно. И плюс, почему лавка? Потому что там можно будет взять еще различную гастрономию. То есть там будет пармезан, будет хамон. То, что сейчас не так просто доставят, но тем не менее главное знать, где. Мы забыли, как это называется. Да. И хочется создать это место уютное. Чтобы, например, гость, который приходит, хочется того, чтобы было много постоянных гостей. Чтобы приходили уже, условно, здесь был какой-то угол, где будут кружки ременные. Ты приходишь и говоришь, как обычно. Ему делают омлет, варят кофе, и он садится и получает удовольствие. Например, также ищем сейчас весы раритетные. Которые у вас безменно, вот эти старинные такие вот. Так, чтобы стоял душевный человек на кассе, который нарезает нарезочку и бумажку вот так вот заворачивает. Такими чашами, да? Да. Поэтому, просто готовить не интересно. А хочется готовить реально, потому что для меня это история про эмоции. Я очень много времени отдаю кухне и тому, что я делаю. Поэтому для меня это всегда не все такое, что я пропускаю сюда через себя. Во всяком случае, тебе будет понятно, где мы возьмем булы, сдобные булочки для панировки новомихайловских сетей для следующего мастер-класса. Да. Серьезно. А есть все эти ребята, которые уже говорят, так, когда откроешься, курсаны из себя, будем у тебя покупать. У тебя слово, у вас там еще и слойка будет. Да, да, да. То есть вы... По-серьезному. Суть вообще пекарни была в том, чтобы помимо того, что это будет пекарня, куда можно прийти и поесть, обеспечивать еще два наших ресторана продукции. Это хлеб, это выпечка и так далее, десерты в том числе. Поэтому вот. А в какой период вы планируете открывать ресторан в петербургской кухне? Ну, сейчас такие бывшие времена, что не хочется ничего поднять. Хотя бы приблизительно по срокам. Ну, на следующий год, я думаю, что раз вы не успеваете, мы хотели в январе, но раз вы не успеваете, то это будет апрель. Февраль парк нельзя, святые, в общем, вы понимаете, месяца. А вот в апреле можно как раз затишье в ресторанах, так что... Ну, вот так. Так. Сударский. Сколько минут? Самый такой важный момент. Начинается сервировка блюда. Да, значит, здесь тоже будет история такая при некий футбелинг, соединение вкусов. У меня все кратно. Я люблю, на самом деле, давать гостям поиграть с блюдом, то есть выбрать для себя путь, по которому он может его съесть. Но при этом также, естественно, я рекомендую определенные сочетания. То есть, например, здесь важно именно попробовать все вместе. Кусок рулета, чуть-чуть смрачка, чуть-чуть вишни и чуть-чуть вот этого соуса из укря. Нужно, чтобы все это попало в рот одновременно. И вы просто поймете, как это. Ну, соответственно, у всех вкус разный. Так же я не порицаю тех, кто скажет, нет, я хочу есть по-своему. Пожалуйста. Выправим финал. Пока не попробуешь, не поймешь. Серьезно. Я вот просто смотрю, что у нас тут еще смена стоит сейчас. Вот как раз на тебя смотрит, снимает его. Смена голодных? Есть юный блогер. А, юный блогер. Юный блогер, которая... Девочка Саша, которая завоевала золото на региональном чемпионате зимой этого года. Да. И Россия тоже. Вот, смотрю, на сегодня те чемпионы собрали. Да вы даже шутили, что лига чемпионовская, собственно. Так это же хорошо. Конечно. Чем-то мы должны удивлять. Мы же реактивной голодной у нас. Так, смачки. Да, которые мы говорили, они обжарили были предварительно. И потом мы их пожарили вместе со сливками, протушили чуть-чуть. И там в последний момент мы добавили сметану. Собственно, ассоциация простая. Грибы с луком и сметаной все всегда, мне кажется, ели. Еще с картошкой. Это, мне кажется, каждый проходит. Тоже далеко мы не пошли. Есть вещи довольно простые. Но при этом, когда ты начинаешь сыграть с этим продуктом. Не знаю, там, с текстурами, с сочетаниями. По факту, да, это может выглядеть как-то очень, не знаю, необычно. Но когда ты углубляешься в детали блюда, ты понимаешь очень многие вещи, откуда это появилось. В голове повара, например. Или вообще в целом интерьере. Потому что, я еще раз говорю, это все идет из детства. Я когда в первом ресторане работал и стал первым шефом, там были бизнес-ланчи. Все первые позиции бизнес-ланчи, это были то, что мама мне готовила в детстве. Вот реально все. Рыба в кляре, какие-то котлетки, еще что-то. Когда я определил, как мама, мама, представляешь, я вот приготовил, как ты почти что-то. Да, это было очень забавно. Это всегда так. Когда еда в ресторане ассоциируется со вкусом детства, этот ресторан становится любимым. Ты правильно сегодня уже сказал, что ресторан должен дарить эмоции. Не только интригерное, не только красивое обслуживание, но и вкусная еда. Это все вместе создают те положительные эмоции, за которыми хочется возвращаться каждый раз. И в том числе это можно же отнести к гастрономическому туризму и к гастрономической карте России. Это достаточно. Ну, просто много мы знаем примеров. Да, когда в ресторан больше не пойдешь. В ресторан больше не пойдешь. В ресторане закрываются. Да. Потому что порой все те же самые. Можно наложить сколько угодно денег, но веру не будет у этого проекта души. И не будет понимания вообще как. Многие реально думают, что это ресторан, кухня. Приготовил, позвал гостей. Все вкусно, все замечательно. Все сыты, здоровы, так сказать, и веселы. Давай просто объясним, что это не икра из магазина напротив. Есть конвейер Раша. Это игропалтусы. Да, это игроки из игропалтуса все проиграли. Да мы до Палкина еще пока нет. Нет, тут просто на Владимирском есть небольшой бар. Так вот, про ресторан. И реально хочется, чтобы все больше и больше у нас... Кстати, так и есть. У нас растет реально уровень гостей, уровень потребителя. Из-за этого растут рестораны. И в плане сервиса, и в плане меню, и в плане тех шеф-куваров, которые в большинстве случаев уходят из каких-то сетевых проектов для того, чтобы показать свои умения и знания в каких-то локальных маленьких ресторанах. И в последние, наверное, года три или четыре даже, это все больше и больше прогрессирует. И это реально круто. Это очень сильно радует, потому что проще всего, конечно, работать в каком-то сетевом проекте, сидеть на окладе, что-то там делать. Здорово, что люди, мне кажется, просто про Петер, говорят, что мы больше за творчество. И не за никакую индивидуальность. Мне, во секунду, очень приятно об этом осознавать и думать, поэтому я, собственно, для этого и придерживаюсь. Что в Питере больше подход имеет действительно гастрономический. И говорят, вроде даже, что гастрономическая столица. Вы подтвердите? Да. Да. Еще входим в преминацию гастрономии в стекретных городах ЮНЕСКО в рамках программы, которой мы сегодня, собственно, и работаем. Так, я почти заканчиваю. Что там? Стас, у меня вопрос. Средний чек вашего ресторана, какой? Ну, на самом деле, скажем так, мы не борщим с ценами. Я думаю, что где-то... Вот из алкоголя, без алкоголя, это называется без алкоголя. Я не ключник. Я думаю, что в тысячи полторы рублей, я думаю, что это примерно так будет, если без алкоголя. На самом деле, у нас самый дорогой блюдо, тысяча четыреста, тысяча четыреста, это осминок, который действительно дорогой. И это стейк, который, ну, хороший по-моему, был. Все остальное у нас там до тысячи рублей. И мы работаем много и с морепродуктами, в том числе, там, судак, краб, гребешок. Поэтому я думаю, что мы на уровне, ну, многих, которые представлены, мы тоже осамливали себя с другими ребятами, кто трудится. Поэтому мы далеко не выбивались из общей массы. Хочется, чтобы приходил гость, хочется радовать гостей. Собственно, это наша задача. Так, упор на гречке. Опять же, я уже говорил, да, это про хруст. Поэтому его плотно чуть-чуть и по бокам. Потому что, собственно, неминуемо будет так, что, когда лобуйте есть, он зачерплется сам по себе. Если положить его в центр, то вы сразу его почувствуете, и вы закрыли весь вкус. А нужно, чтобы он потом, так сказать, накрыл волной. Так, все, как обычно, не опрутится без микрозелени. Микрозелень нынче в ресторанах очень важная деталь. Потому что один из моих любимчиков среди русских шефов — это Андрей Шмаков. И он, на самом деле, он всегда правильные вещи говорит. По поводу того, чтобы микрозелень, многими шефами используется просто для того, чтобы было. А все-таки сейчас уже время действует правило и говорит нам о том, что микрозелень нам использовать не только для красоты, но и для откуса. А когда ты, например, растишь самый пророчный город, то замечательно ты классный. Но при этом ты этот город встаешь везде, где можно и не можно, так сказать. Вот. Поэтому нужно с умом и делом подходить к этому вопросу. Но я попрекленно за то, чтобы микрозелень была. Потому что это индивидуальность. Потому что это то, что действительно очень сильно может причернуть ковбелы. Например, кислица. Кислица, по моему мнению, очень красивая. Она сильно кислая. И она очень классно гармонирует от десяток. Просто вы знаете, как с ней работать. Так, я на финальной стадии. Так, что это такое? Это сифон. По сути, кремер, если по-русски. Мы добавили туда азот. И таким образом взбили маску, которая была внутри. По факту здесь были только сливки и угорь. Мы приготовили соус. Пояснили угорь в горчонок. Мы провалили все это вместе. Привратили в соус. Пробили в общем блендере. И сюда поместили. После чего мы спили вот эти, мы видели, болотчик. Как выкинуло. В общем, болотчик с азотом. Есть также, наверняка, с детства, нам всем знакомые. С газировкой, да, болотчик с фоной. Тоже сюда подходит. Можно что-либо газировать. Поехали. Ты Teams крутой. И давай просто молотчик с фоной. И когда шумноем, атлетики будут навлекаться светами. На конкурсе я использовал не угар, я использовал крабовый биск. Крабовый биск – это, по сути, бульон из панцирей, и мы делали его приметок. Краба, крабовые кости, называется хитин, соответственно, варили насыщенный бульон, после чего также проделали подобные манипуляции и превращали его в такую эскуму. Все, рулет из судака готов. Если какие-то вопросы у кого-то остались, можно мне их задать. Вот, а так, собственно, мы сейчас еще у нас доготовы с доготовством отбежались. У кого-то обязательно угостим. Уважаемые кости, давайте поблагодарим Санислава за то, что он сегодня сейчас посвятил нам достаточно большое количество времени. На этом кулинарная часть сегодняшнего дня закончена. Вы можете подойти и фотографировать, и помните, что в холе вас ждет Хокки Брейм. Хорошо. Спасибо за субтитры благодаря субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...